Последняя демонстрация Смотри, так смотрит с грустью Смотрите, куда он уехал? Как так? Как это? Она в таком недоумении, просто типа Он только что здесь был? Нет, у меня тоже нет Она так в руки смотрит Привет, я Энни Мэджик, со мной тут мои питомцы Я не знаю, где пропадает опять Наша киса Алиса И сегодня я хочу вам, ребята, показать И рассказать о такой штуке, которую вы вряд ли Вообще где-либо видели, ну уж точно Не пробовали И в России их вообще нет Я заказала ее из Америки Я потратила на это больше 20 тысяч рублей И я безумно разочарована Кстати, если вы еще не подписаны Подписывайтесь скорее на наш канал Чтобы не пропускать самые новые видео Ставьте нам лайк Если вам понравится И пишите свои комментарии, потому что они вот тут появляются Я на них ставлю сердечки Поэтому давайте к хорошим новостям А у меня их несколько Во-первых, как вы помните, я уже говорила Мы встречаемся с вами на фестивале 4 лапы Запоминайте Москва, парк Сокольники 9 июня Вход бесплатный, ребята, но нужно обязательно зарегистрироваться на сайте Ссылку на регистрацию я оставлю в описании Там все очень просто Внести свои данные и готово Сколько эпичных событий В том числе квест на путевку в Париж Выступление Артика и Асти Будет на фесте 4 лапы в этом году Я рассказала в прошлый раз Кто еще не знает, сходите на сайт Посмотрите, сколько там будет всего бомбического А во-вторых, сегодня я объявляю розыгрыш на два крутых электросамоката Два модных смартфона и еще куча других призов Хочешь выиграть что-нибудь из этого, тогда участвуй в челлендже Я пойду, победители которого получат эти и другие подарки от 4 лап Я иду на фестиваль 4 лапы, потому что Правила очень простые Я рассказала о них уже в нашем инстаграме Сними короткое видео и расскажи, зачем ты идешь 9 июня в Сокольники Размести это видео у себя в аккаунте Поставь вот эти вот хэштеги, чтобы тебя не потеряли И подпишись на инстаграм аккаунт 4 лап Иначе тебя не увидят И все А я буду вас лайкать со своих аккаунтов, чтобы повысить ваши шансы на выигрыш А победителей, которые получат вот эти вот крутые самокаты, смартфоны и другие классные призы Объявят на главной сцене 9 июня в Сокольниках Кстати лайфхаки для выигрыша Сними как можно больше таких видео, чтобы у тебя было больше шансов выиграть Делись обязательно своим роликом с друзьями, чтобы на нем было как можно больше лайков и его быстрее заметили И постарайся сделать видео каким-нибудь веселым и интересным И конечно же приходи 9 июня на нашу мэджик встречу на фестиваль 4 лапы в Сокольники Мы с покемоном Юмичу будем тебя там ждать Увидимся и всем удачи в розыгрыше По секрету для мэджиков я привезу туда мэджик мерч и буду дарить его вам просто так Вот эта штука, про которую я говорила Вот так она выглядит Это странная система, конструкция Я сейчас покажу вам как она работает и что вообще это такое Многие у кого есть собаки наверное поняли, что это пеленка Это автоматический туалет для собак Смешной момент, то что очень многие с самого начала, особенно Софи восприняли этот туалет как лежанку То есть видите она просто залазит на него, сидит на нем, лежит на нем Я сейчас вам покажу, как эта штуковина работает Как она убирает какашки и мочу Ну не на реальных конечно какашках и мочах Что такое, что происходит Юмичу? Что такое? Так как мы первый раз, кто знает, живем в мэджик хаусе В нашем доме загородном, который мы построили Мы, я столкнулась с такой проблемой, что собаки весной Я думаю осенью будет еще хуже Что собаки, когда выходят на улицу, когда у нас там грязь и вообще просто дожди вот эти вот Они возвращаются безумно грязные И их приходится постоянно мыть Не только лапы, но и животы и вообще все И я подумала, что нужно придумать что-то такое, чтобы они могли ходить в туалет дома Но это не было какой-то жестью То есть чтобы не было так Я такая застилаю целую комнату просто пеленками И они там писают и какают, пока я целый день там чем-то занимаюсь А потом я возвращаюсь и эти пеленки приходится все собирать и убирать Я посмотрела в интернете, порылась и обнаружила, что есть вот такие вот автоматические туалеты для собак Для кошек, кстати, тоже есть и можно провести эксперимент Все-таки киса Алиса у меня одна, с этим будет проще Короче, я перерыла все, что можно И нашла самых прикольных ребят Вот эти вот производители, это Brilliant Pet Вот я их нашла, если что, это не реклама, слушайте внимательно Я посмотрела ролики, я всю информацию почитала И все, я такая, все, я хочу эту штуку Я просто поставлю вот этот автоматический туалет Который сам убирает Он не продается в России Он вообще не продается в СНГ И его нигде нет На наших сайтах Я перерыла весь интернет Его можно заказать только на eBay, Amazon и у них Но только в Канаду, в Америку и так далее В Россию никак вообще Нет, я же Magic, я добьюсь своего И обязательно его поимею Но в итоге он поимел меня Я нашла его на eBay На eBay он стоит в рублях, примерно в переводе на рубли От 9 до 11 тысяч Там зависит от продавца Ну вот у них официально там есть какая-то вот такая цена Я сказала себе, ну ладно, если это решит все проблемы вот этих вот весенней грязи И дети могут какое-то время ходить в туалет на пеленочку Которая сама за собой убирает И если она целый день куда-то уехала по делам В доме будет чисто Они будут валяться обписанные, обкаканные пеленки Четырьмя собаками, кто знает, тот поймет От меня потребовалось зарегистрировать адрес иностранный в Америке Потому что я не могу просто его с eBay заказать Что-то можно с eBay заказывать, а что-то нет Вот его заказать с eBay в Россию просто так нельзя В итоге мне нужно было сделать почтовый адрес в Америке На специальном сайте Попросить этих ребят заплатить им деньги Чтобы они на этом почтовом адресе вот эту вот фиговину получили Там заплатить им деньги за то, чтобы они заполнили кучу бумажек Типа таможенных деклараций и так далее Заплатить им деньги за то, чтобы они открыли коробку И проверили все ли там нормально За все заплатить деньги А потом еще заплатить им деньги за то, чтобы они это все обратно собрали Бумажечки приложили, доставочку оформили Пошли на почту Отправили мне это сюда Заплатить за килограммы, потому что оно весит немало Заплатить за объемы И в итоге вышло, что вот эта вот фигня Которая стоила там 9 тысяч рублей Превратилась в 20 с лишним тысяч рублей Я сейчас бомблюсь, но на самом деле Это печальная история И мне было очень грустно осознать Что я купила за 20 тысяч с лишним рублей Абсолютно ненужную мне вещь Хотя видео и все остальное Мне очень подходили Просто вот все описания, как все пишут Супер вещь, классно работает вообще себе Заказал моя собачка Пипи, кака, там все нормально Зарядка, вот этот вот переходник Это не от него То есть у него американская зарядка Пришлось искать переходник для нашей розетки Ну ладно, это фигня Минус номер 2 это то, что вот здесь У этой штуки есть рулон Этот рулон пеленок вы сами Своими руками не сделаете Ну то есть если вы не какой-нибудь супер Мега эпичный диайвайщик И не можете купить целую кучу пеленок И склеить их клеем в рулон И то не факт, что это будет работать То вам придется заказывать специальные рулоны Ну в принципе это как система у всех Вы покупаете какую-то вещь А потом начинаете платить кучу денег Да, Юмичу за аксессуары Рулоны стоят тоже денег Это не так много Ну по сути как там та же пачка пеленок Но все равно их у нас нет в России И я думала, окей Я буду заказывать их у них У них есть там какие-то акции Но я не могу себе представить Сколько будет стоить рулон в итоге Если вот это все обошлось 25 с лишним тысяч Дальше минус такой, что эта штука занимает достаточно много места Сейчас вам кажется в этом пространстве Что она не такая уж и большая Но если бы это было в какой-нибудь московской квартирке Однокомнатной 30 квадратных метров Она бы занимала внушительную часть комнат На котором, на месте, на котором могло бы стоять кресло или столик А она должна быть в свободном доступе В пространстве, вокруг нее должно быть свободно Чтоб собака могла подходить Все в принципе очень просто в управлении Это его плюс То есть здесь вообще никаких заморочек Тут можно настроить время Типа сколько раз в день убирать Один, два, три раза в день убирать Можно самому убирать вручную Не прикасаясь к этому своими руками Это тоже плюс для многих Все, что он убирает, он спрессовывает Это может, конечно, показаться кому-то странным Если вы не сталкивались никогда с такой штукой Мне тоже казалось это странным С самого начала, что он спрессовывает какашки Как бы моча, ладно, но какашки Я же попробовала его несколько раз И вот здесь вот в принципе ничего нет Запаха нет Все очень плоско И как будто там нет какашек Хотя они там есть Вот сюда он их собирает И когда рулон заканчивается Вы просто тупо берете вот этот рулон Наполненный Экскрементами вашего питомца И выбрасываете Я придумала, как продемонстрировать работу нашего аппарата Это будет пись-пись водичка А это будет как-как Предположим, собака сходила пи-пи в туалет И предположим, другая собачка или та же самая ваша собачка сходила и покакала Ну мы взяли такую немаленькую какашечку У моих собак какашечки поменьше Я сейчас почему-то себе Елену Малышеву напоминаю из передачи здоровья Типа, знаете, когда они там изображают что-то странное Софиш, не трогай, это какашка Не ешь Не ешь какашку Можно поставить в настройках Но мы же не будем с вами ждать, когда он наконец сработает Поэтому я вручную вам покажу Он потом их вот так вот убирает Тут высоко То есть для большой какашки тоже подойдет Вот, поехал Какашечка уехала, сплючилась Все, пеленка чистая И это просто идеально, ребята Сейчас посмотрим, кстати, как она там выглядит Когда оно все заматывается, заматывается друг на дружку Оно прессуется, прессуется, сплющивается, сплющивается И в итоге не происходит никаких закупорок Но встает вопрос Для кого? Для одной собачки Максимум двух маленьких собачек Высота их не смутила И они ходили в туалет вот на такую высоту Но проблема в том, что Вот посмотрите на Софи и на этот туалетик По сути, это размер обычной пеленки для одной маленькой собаки Ну или большой, неважно Вот одна пеленка Если Софи сходит, хорошо Если сходит еще Юмичу А если сходит еще Миша и Эйвен И все они сюда сходят В итоге это просто нереально То есть сам аппарат не осилит такое количество пись и как И плюс ко всему здесь все просто в их писях и каках И это невозможно Это крайне неудобно для меня Именно То есть я ничего против вот этой штуки не имею Она классная Она реально работает Но я потратила деньги зря Абсолютно бесполезно Двадцать с лишним тысяч Потому что Четырем чихуашкам Этого очень мало И получается это бесполезная вещь То есть она может для кого-то одного Но в любом случае нужно будет стелить еще три пеленки Для остальных Тогда смысл был тратить такие деньги Я почему-то не подумала о размере, когда заказывала И думала, что нам хватит Нам не хватает Последняя демонстрация Этой прекрасной вещи с сожалением Софи так смотрит с грустью Смотрите, она сзади пошла смотреть Где банан? Куда он уехал? Как так? Как это? Софи, куда уехал банан? Как так? Как это случилось? Она в таком недовремении Просто типа Он только что здесь был Вот там где-то там банан Софи же Уехал Нету банана Нет, у меня тоже нет Она так в руки смотрит Типа Нет Софи очень огорчена Что ей не достался банан Она не может его найти Ну что ж, ребят Я надеюсь, что в будущем Может быть это видео вам поможет А может быть в будущем Вы подумаете о каких-то крупных покупках Своим собакам Дорогих И будете тщательнее задумываться И все детали изучать В отличие от того, как поступила я Поспешив с радостью Что наконец-то я нашла решение Своей проблемы Потратила кучу денег И очень сожалею теперь Но для одной собаки Это прекрасная вещь В квартиру Если у вас нет возможности С ней гулять, например Увидимся с вами на фан-встрече 9 июня в парке Сокольники На фестивале 4 лапы Переходите по ссылкам на новые ролики Ты как можешь вот шею изогнуть Лишь бы меня лизнуть На других каналах Пока